книга открытым оком том 1 тема вера вопроса 24 человек соблюдает все заповеди кроме первой будет ли снисхождение ему в аду отвечает игнатий тихонович лапкин марка 12 30 цитата и возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим и все и душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею вот первая заповедь за нарушение самой высокой заповеди всегда следует и самое высокое наказание если в конституции есть заповеди которые призывают любить родину то закон предусматривает и наказание за измену родине самое высокое евреям 11 6 цитата а без веры угодить богу невозможно ибо надобно чтобы приходящий к богу веровал что он есть и ищущим его воздает римлянам 13 10 цитата любовь не делает ближнему зла так и так любовь есть исполнение закона неверующему кажется и они об этом по неразумию своему обычному и говорят так зачем не бог церковь главное чтобы быть добрым никого не обижать помогать ближнему быть культурным интеллигентным а церковь это устарела так анахронизм прошлого рудимет господствующего класса угнетение одного другим но вот приближается старость потеря родных кого любили и все чаще взор поднимается из-под дуба где свиньи едят рожки и желуди кавычки открыты а может все таки и есть что-то за смертью кавычки закрыты навыка молиться нет неуютно так чувствовать себя после партийных кабинетов в храме мыкаться начинают и придумывать себе спасение в кавычках такое чтобы только не спастись без смирения себя без отречения от самого себя прожив всю жизнежку в самости и в обидах начинают эту закваску переносить на воображаемое что-то в кавычках ходить на пасху в церковь переписывать молитвы заговора от болячек прошлой безумной жизни дискотека уже не интересует курить уже не очень тянет и начинает пыхтеть на своих дрожжах вздыматься в прежней гордыне да я и не не так уж плохо вот только с богом пока никаких отношений нет да может это и не надо может быть как-то можно быть без первой заповеди а совесть проясняет иоанна 5 24 цитата истина истина говорю вам слушающие слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит но перешел от смерти в жизнь иоанна 3 36 цитата верующие в сына имеет жизнь вечную они верующие в сына не увидят жизни но гнев божий пребывает на нем деяние 4 с 11 по 12 стихи цитата он есть камень пренебреженный вами зиждевшими но сделавшийся головой и угла и нет ни в ком ином спасение ибо нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись вопрос об аде тоже не случайно об этом приходится думать по ночам когда но и тянет судорогами все кашель донимает астма прежних папиросок вылетает со свистом бутылек блудной жизни по капелькам натекает сбоку совесть уже пробуждается и говорит воплем а то ждет тебя уже ощущается запах смолы и серы лука 16 23 цитата и в аде будучи в муках он поднял глаза свои увидел вдали авраама и лазаря на лоне его откровение 14 11 цитата и дым мучения их будет восходить во веки веков и не будут иметь покоя ни днем ни ночью поклоняющийся зверю и образу его и принимающие начертания имени его но без бога нет нигде и никому подлинного облегчения книга иова 27 8 цитата ибо какая надежда лицемеру когда возьмет когда истор гнет бог душу его цепляется еще за свою самоправедность как же так я же не ворую жене не изменяю и против бога не воюю и иногда из-за водой на крещение хожу в ограду церковную и с попом знаком выпивали даже вместе но исае 64 6 цитата все мы сделались как нечистый и вся праведность наша как запачканная одежда и все мы поблекли как лист и беззаконие наши как ветер уносит нас серахов 17 24 цитата кто будет восхвалять всевышнего в аде вместо живущих и прославляющих его святая библия не дает надежды неверующему в бога никакой на облегчение мук в аде покайтесь просите любви к богу и живите в божьей милости по его святым заповедям начертанным его духом нам в библии